Давай, Настенька, дорогая. Да, здравствуйте всем. Хотела тоже сказать большое спасибо за возможность проходить сейчас вместе с вами курс. Спасибо, Игуменов Мини и Алиса огромное. Курс очень глубокий и много очень разных контекстов затрагивает. И мне важно разобраться в такой теме. Мне несколько видео посвящено раскрытию женственности. И мне кажется, что, по крайней мере, я так вижу, что в мире есть огромная культура насилия. Ну, то есть даже маленький ребенок, он все равно может ударить другого ребенка в садике. В школе это может быть какой-то буллинг. В университете это может быть уже насилие с точки зрения, не знаю, вот какого-то учебного. Ну, в общем-то, везде, чего ни коснись, мы касаемся насилия. И кажется, что раскрывать женственность вроде неуместно, потому что здесь нужно защищаться и нужно больше иметь мужской ум, практичность, чем раскрывать собственную женственность. Потому что это небезопасно. И, как мне кажется, крайность, да, это когда вообще выбираешь, например, быть не с мужчиной, а с женщиной, просто потому что так безопасно. С ней больше контакта и с ней больше чувственности. И вот вопрос в том, зачем миру нужна такая женственность, которую может привнести женщина не в культуре насилия. Я понимаю умом, что это любовь. Но вот на любовь, тогда, если это любовь, то какая? Вряд ли слишком такая сиропная, которая может расхолаживать и вовремя не давать обратную связь. Ну, как сказать лучше, там, живым языком, да, вовремя не дать сдачи. Потому что если не дашь сдачи, ты можешь превратиться в жертву. А это уже, как бы, опасно. И вот как найти этот баланс? В общем, у меня два вопроса, получается. Первый вопрос, это вообще, зачем необходима миру женственность? Вот глобально, если мы касаемся культуры насилия, как этой женственности выжить? Какая это женственность? И если мы касаемся темы любви, то что тогда есть любовь? Какая это любовь? Вот у меня, получается, четыре вопроса. Алис, начинай ты. Мне тоже есть что сказать, но мне очень хочется у тебя поучиться и послушать тебя. На самой есть те вопросы, стреляют у вас или не стреляют сегодня. Поэтому, ну, как бы, с учетом того, где ты находишься и через что ты проходишь, ну, твои вопросы, мне кажется, глубоко впечатляющими. Потому что девочка, которая сидит там, где ты находишься, и задает вопрос, что есть любовь и как мне сохранить женственность вообще. То есть я так вот это слышу, да? Мы же сегодня говорили немножко уже с Настей про Махакали, я ей рассказывала. Вот. Как же, говорит, мне она сидит, она прошла через все это, она уже месяц в этом, и она спрашивает, а как мне вообще женщина-то там остаться? Зайенька, я не знаю, я только знаю одно, что то, что ты сейчас смогла остаться вот такой прекрасной, милой, восхитительной, нежной девочкой, какой ты являешься, которая немножко вынесет мозги, потом, я говорю... Принесет обратно. Да, потом принесет, я говорю, Настя, подожди минутку, мне тут телефон привезли, она говорит, хорошо, быстренько, я возвращаюсь, буквально выходила на пять минут, я возвращаюсь на консультацию, она говорит, а я уже сбегала, помирилась, я говорю, ну, молодец. То есть ты умудрилась остаться такой девочкой, ну, тебя вот это все не сломало, тебя все это не ожесточило, ты умудрилась остаться, ты несешь в себе эту шахте, а я горжусь тем, что я причастна к тому, как ты ее в себе взращиваешь. Поэтому все, что я могу тебе сказать сейчас, что вот то, как ты сейчас сохраняешь любовь, и, кстати, то, что ты выбрала-то, безопаснее ты с женщиной, а выбрала-то ты мужчину, и живешь с мужчиной, и, между прочим, были моменты во всей этой ситуации, когда он тебя и защитил, и спланировал логистику, и тут, и там, и с того вы выбрались, и под обстрел, и там вы пробрались, и не без участия мужчины. Поэтому, на самом деле, твоя история, она помогает мне во многое верить. И ты для меня такой малыш, который показывает мне ответы на твои вопросы. Вот ты и есть любовь, моя девочка. Вот что такое любовь? А это Настя Кричко. Алиса, спасибо большое. Я от тебя добавлю еще, что и отчасти мы говорим о уровнях эмоциональной открытости и о мужском и женском внутри нас. То есть, условно говоря, когда я выхожу в мир, или если я, допустим, женщина, ну, представьте, женщина, но я руководитель. Здесь я в большей степени в мужской, маскулинной роли. Я могу использовать элементы женственности для управления, но руководитель – это воля, это контроль, это цельное видение. И, например, есть женщины-полицейские, женщины-прокуроры, женщины-главы администрации. Ну, бывает так вот, занесло ее туда, но ничего не поделаешь. Женщина-учитель. Смотрите, даже как-то вот учительница чуть-чуть по-другому звучит, чем женщина-учитель. Если женщина, ну, давайте нейтральную профессию возьмем, учитель. Она приходит, например, в класс, она остановится, она берет, как бы раскрывает поле урока, она внимательно стоит, смотрит на них, чтобы они уселись, и они попадают под ее гипноз, вот такой как бы учительский, и в этот момент она их строит. Это в большей степени мужская роль, маскулинная. И если женщина с работы приходит и забывает переключить свой вот этот вот голос, так парами выходим, строимся, понимаете, на мягкий, добрый, любящий. Если женщина дома не может распахнуться и одеть халатик, вот мне кажется, именно для этого мы дома снимаем рабочую одежду и одеваем что-то мягкое, домашнее, чтобы сменить состояние. Но вот со сменой одежды меняем состояние, то вот тогда это совсем другая история. И тогда любовь возможна, тогда открытость возможна. Очень только важно, чтобы на территории семьи, на территории дома, ну как бы мы могли быть собой без одежды. То есть, ну когда дома никто не может ранить или контролировать, или оценивать. То есть это о выборе партнера или о умении договариваться. Потому что гиперконтроль от и у мальчика, и у мужчин, и у женщин, есть мужчины-гиперконтролеры, вот это от недолюбленности. Это от того, что мне трудно, потому что ты. Вот. И если два партнера, которые были, ну может быть, у контролирующих родителей, или у них были раны, или когда-то они решили больше эмоционально не открываться, навстречу друг другу, могли бы говорить и делиться с тем, что они проходят в этой совместности. И таким образом совместно возрастать в любви. Любовь – это очень уязвимое и крайне беззащитное состояние. Я даже честно хочу сказать, когда я смотрю, ну как бы вот эти все истории любви, ну когда там любовь состоялась, там же мужчина очень уязвимый, женщина очень чувствительная, но это единственное состояние, которое питает нас, это наши корни, это наша глубина. Если у нас такого контекста нет, мы высыхаем и становимся функцией. Вот. Поэтому любовь нужна. Это, ну это, как сказать, базовая энергия, которая, если у нас доступа к ней нет, то мы не можем, нам трудно даже наполнить весь этот физический функционал. Ну, смыслом или силой, или чем-то таким. Поэтому, конечно, вы знаете, если женщина находит женщину, и мужчина находит мужчину в любви, ну как сказать, ну так ради бога, это их отношение. Но у тебя не так. Вот. Я вообще-то за то, чтобы люди разрешили себе любить и перестали играть в социальные игры. Для многих людей семья становится, ну какой-то социальной игрой, потому что так надо, потому что у всех. Я за любовь. Ну вот. А возрастать мы можем в семейных отношениях, в верности, в близости, в глубине, только там, где любовь есть. Вот. А где любви нету, то мы высыхаем или в семье выживаем. Поэтому это базовая энергия Вселенной – это любовь. Этот мир был создан из любви. Вот. И когда мы открываемся в любви, внутри себя, в своей собственной глубине, и если кому повезет и другому человеку, мы становимся равными творцам. Все люди, которые что-то такое значительное, глубокое, прекрасное создали, это, ну, они переживали это сильнейшее чувство, которое их творчество наполняло. А люди, которые создают войны, они тупые, они недолюбленные, агрессивные, и они хотят как-то быть замеченными, но тайна любви им незнакома. Поэтому они начинают бомбить города, чтобы их хоть как-то заметили и сказали, о, ты сильный, надо с тобой считаться. Вот. Поэтому если так проникнуть в самое сердце Бога и посмотреть на этих спецоператоров, ну, так это же просто трагические, до психопатии, ну, недолюбленные люди. Человек, который с любовью хотя бы в жизни не соприкасался, раз он, ну, не может дать преступный приказ убивать других людей. Вот. Поэтому, несмотря на плотность этого мира и сложность, и когда надо выживать, вот, ну, как бы и любовь – это то, что питает нас, и она необходима, это просто воздух этой вселенной. Вот. И это очень чувствительная, и я бы сказал, феминная категория. Вот. Если мужчина теряет связь с любовью внутри, он становится бездушным солдатом, который стреляет в других людей. Иногда, иногда ради большей любви нужно, бывает, закрыть свое сердце, чтобы даже с оружием в руках защитить свою землю, то, что тебе дорого. Вот. Но все равно, помните, сколько было прекрасных песней Великой Отечественной, что те солдаты, которые воевали за свою страну, они выживали, потому что сердцем чувствовались, что их дома ждут. Парадокс – не все, но это согревало их и давало им силы. Поэтому не отрекаются, любя, не отрекайтесь от любви. Любовь нужна. И благодаря женщинам, благодаря тем женщинам, которые тайны любви как бы избрали вместо манипулятивности в отношении к мужчинам, ну, вселенная жива еще. Вы, я согласен, и ведь по лицу-то сразу видно. Ну, вот я смотрю на женщин, вот на вас, Настенька, смотрю, ну, лицо светлое, доброе, ну, такое уязвимое, чувствительное. Ну, то есть вы же в этом-то живете, но не отрекайтесь, Юлы Павла, даже в самых трудных ситуациях и условиях. И наша поддержка и любовь с вами. Спасибо большое. И моя тоже любовь с вами. Так. Так.